Утро доброе! Вести Карачаева Черкесия с вами. Сегодня 26 августа, скоро осень и нужно подумать об осенней одежде. Достать из шкафа и проверить ее пригодность. Так, по народной примете, если погода будет ветреная, сентябрь окажется сырой, с частыми дождями. А вот что нам обещают синоптики, узнаем из фото гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. Специалисты Управления Россельхознадзора по АСКФО продолжают обследование фитосанитарных зон республики на предмет произрастания опасного карантинного сорняка амброзии полнолистной. За сбором проб в Абадинском районе наблюдал корреспондент Артур Мхце. Амброзия – это сильный аллерген, амброзия полнолистная. С ним бороться очень тяжело, потому что одно растение может выпустить до 100 тысяч штук семян. И семена могут находиться в ожидании до 40 лет. Представители регионального управления Россельхознадзора ежегодно обследуют все 48 фитосанитарных зон Карачаева-Черкесии общей площадью 230 тысяч гектаров. Их задача – выявить опасный карантинный сорняк до того, как он успеет выпустить семена. Бороться после будет куда сложнее. Очередная выездная проверка специалистов ведомства в Абазинский район. Сразу за псыжом вдоль автодороги от Черкеска до Ставрополя они обнаружили довольно большую территорию произрастания амброзии. Чтобы определить, действительно ли это то самое аллергенное растение, необходимо взять пробу и отправить её на экспертизу. Должностное лицо выезжает по месту на участок, проходит, смотрит. Если у него есть предположение, что это амброзия полнолистная, он отбирает пакет, запаковывает в сейф пакет, оформляет и отправляем в лабораторию, в пятигорский филиал в НИИКРО. После подтверждения, если будет подтверждение, что это амброзия полнолистная, то при получении заключения должностное лицо будет объявлять предостережение человеку, которому принадлежит участок земли. К слову, даже после 40 лет пребывания в земле, семена амброзии затем могут вырасти до размеров опасного карантинного сорняка. Поэтому после выявления растения необходимо обработать гербицидами. Препарат пройдет через листовую пластину и дойдет до корневой системы, после чего амброзия погибнет. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии местами, как повеременный дождь, гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер в восточной четверти 6-11 метров в секунду. Порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-18, в горах местами плюс 9-14, днем плюс 22-27, в горах местами плюс 13-18 градусов. Черкесский без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 6-11 метров в секунду. Порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 25, плюс 27 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова